МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Амандык Баталов представил новых руководителей Департамента полиции и антикоррупционной службы области. В строю ряды юных спасателей области пополняются школьниками Ильинского района. Казлагаш сегодня. Трагедии, унесшей 47 жизней, в этом году исполнится 10 лет. Чем живет сегодня село? Два новых телеканала Абай и Альфараби появятся в Казахстане. Очередное заседание Госкомиссии состоялось сегодня в Аккорде под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Инициативу о создании двух новых проектов предложил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Как рассказывает он, ТВ-каналы будут вещать полностью на государственном языке. Напомним, ранее в прошлом месяце в Нур-Султане и Алматы состоялись официальные церемонии старта празднования. 175-летие Абая и 1150-летие Альфараби. Масштабные мероприятия пройдут по всему миру. Ознакомившись с планом, Крымбек Кушербаев дал ряд поручений руководителям центральных и местных исполнительных органов касательно качественного и своевременного исполнения запланированных торжеств. Особое внимание стоит уделить мероприятиям международного уровня, резюмировал государственный секретарь. К другим темам. Национальная перепись населения Казахстана в 2020 году пройдет в два этапа. С 1 по 30 июня интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту с целью уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. Позже с 1 по 15 октября будет проводиться интернет-опрос, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи посредством сети на сайте sanak.gov.kz. Это дает возможность респондентам самостоятельно пройти перепись, заполнив листы с помощью пояснений и подсказов на каждом этапе их заполнения, а также виртуального помощника. Одновременно с 1 по 30 октября будет проводиться сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами с регистрацией ответа в планшетах, позволяющие интервьюеру проводить опрос. Респонденты, предоставившие сведения через интернет, не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. По завершении выдается справка о прохождении переписи населения. Кадры решают все. Новые руководители назначены в Департаменте полиции и антикоррупционной службы Алматинской области. Так, главным полицейским региона стал Селик Кудебаев. Руководителем же Департамента национального бюро по противодействию коррупции стал Ернар Макожанов. Их сегодня актив в области представил глава края Аманда Кбаталов. Он отметил большой опыт новых руководителей на высокопоставленных должностях и пожелал успехов на новом поприще. В свою очередь Кудебаев и Макожанов поблагодарили Акима области за оказанное доверие и заверили, что будут заработать во благо развития Алматинской области. Свою благодарность Аманда Кбаталов выразил и экс-руководителям ведомств и вручил им памятные подарки от руководства края. Наша главная задача выполнять все задачи, которые перед нами стоял Ельбаса и все поручения, которые на сегодняшний день перед нами поставил наш президент Асмаджимар Кемельши Тухайев. Вот это главная задача. И мы должны над этим все работать. Увидеть будни спасателей и пожарных посчастливилось мальчишкам и девчонкам экспериментального класса кадетов Ильисского района. Необычная экскурсия для юных слушателей состоялась в Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Кульминацией мероприятия стала встреча юных спасателей с Акимом области Аманды Камбаталовым. Подробности в материале. Увидеть воочию аварийно-спасательную технику, познакомиться с поисковой собакой по кличке Багира, посидеть на снегоходе и оценить мастерство пожарных при тушении огня – лишь малая часть экскурсии, прошедшей в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Такая честь выпала юным слушателям кадетского класса села Отиген-Батыр Ильисского района. Идея создания класса юных спасателей является уникальной. Со слов автора проекта Ертая Андосова, первый экспериментальный класс юных пограничников был открыт в 2013 году на базе средней школы номер 38 Ильисского района. Спустя три года в средней школе номер 7 был создан класс «ЖАЗ-полиция». В прошлом году открылся кадетский класс под названием «Смарт-сарбас юный спасатель». С особой гордостью Ертая Андосов рассказал и о выпускниках первого кадетского класса, которые связали свой выбор с пограничной службой. В настоящее время старшина ведет занятия с восьмью классами. Уроки проводятся в рамках устава. Вот этих кадетских классов. Так как мы уже в Талткургане, мы уже имеем кадетские классы, «ЖАЗ-полиция», хотим, конечно, чтобы вот эта сеть движения, сейчас данное движение по кадетским классам в чрезвычайной ситуации расширить. Это, в первое, на что направлено? Это направлено на патриотическое воспитание, для подготовки кандидатов в будущем, для поступления в Академию чрезвычайной ситуации, и поступление, выбор ребят в профессии военнослужащих. Военнослужащих, Министерство внутренних дел, спасателей. Вот это направление. Мы не против еще другие сферы открывать именно воинской службы. На сегодняшний день, помимо основных школьных занятий, ребята проходят азы спасательного дела, что, судя по их осанке, четко выработанной командной работе и синхронным действием в строю, вызывает у них неподдельный интерес. К слову, большинство из учащихся кадетского класса уже определились со своим выбором. Если честно, научилась многому. Разбирать и собирать автоматы, стрелять с автоматами, когда человек, например, в оморку пал, его первую помощь показывать. Как мы научились, как помогать людям, когда у них пожар, как тушить правильно пожар. Всему этому мы научились. Я хочу стать им честником. Учеба в кадетском классе накладывает двойную ответственность на его воспитанников, ведь они не просто учащиеся школы, на них равняются их сверстники. Потому и на встрече с главой региона Амандыком Баталовым ребята вели себя серьезно, уверенно и четко отвечали на вопросы Акима. Главное – должна быть дисциплина и сила духа, и тогда вы добьетесь своей цели, обратился к мальчишкам и девчонкам Амандык Баталов. Трудиться надо, рано вставать, понимаете, и быть примером всегда, правильной дорогой ходить. Открытие кадетских классов – своего рода профориентационная работа. Именно в юном возрасте дети лучше и быстрее впитывают в себя знания, а в случае с кадетством – и умения. Оскар Туайлд когда-то сказал, что лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их счастливыми. Глядя на довольные лица юных кадетов, из них вырастут достойные граждане нашей страны. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Десять лет прошло с момента трагедии в селе Казлагаш. В результате прорыва плотины погибли 47 человек. Еще тысячи остались без дома и крова. Тогда весь Казахстан откликнулся на помощь пострадавшим и вместе сопереживали трагедии. Общими усилиями село удалось восстановить за необычайно короткие сроки. Специально к десятилетию трагедии корреспонденты телеканала ЖТСУ съездили в Казлагаш и узнали, как сейчас протекает жизнь в этом небольшом селе. Этот памятник был воздвигнут ровно 10 лет назад, сразу после трагедии в селе Казлагаш. На камне выгравирована женщина, героически защищающая ребенка от волн. Стелла символизирует горе, пережитое Казлагашцами 10 марта 2010 года. «Я не знал, как быть». Вспоминая трагедию, житель села Казлагаш – Гоман Алибай. Вода унесла все, что у него было, кроме самого главного – семьи. Чита покинула аул за несколько часов до трагедии. На следующий день у супруги Гомана начались схватки. На свет появился пятый ребенок в семье – Канат. Сейчас мальчику 10 лет. О трагедии той ночи ребенок осведомлен по рассказам родителей. Отличник учебы, любит казахский язык и физкультуру. Мечтает стать полицейским и внести свой вклад в процветание малой родины. «Это были тяжелые времена. Я, если честно, не знал, радоваться мне или плакать. С одной стороны, родился сын, с другой – такое горе. Даже вспоминать тяжело. Уже целых 10 лет пролетело. Мой ханат вырос. Мы каждый год в день трагедии напоминаем ему о том, какой он счастливый. Что, несмотря ни на что, он родился сильным и здоровым. Мы им очень гордимся». Посетила съемочная группа семью Даукеновых. Без слез вспомнить события той ужасной ночи невозможно. В ночь трагедии Чита была дома. Во время наводнения семья застряла в бане. Вода практически полностью заполнила строение. На руках у родителей была трехлетняя дочь. Ребенка держали над головой до самого утра. Выбраться самостоятельно они не могли. Семья практически полностью потеряла веру. Тогда еще первый заместитель Акима Алматинской области Амандык Баталов лично спас все семейство Жамбулата от неминуемой смерти. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Слава Богу, наша дочь не пострадала. Утром вода отошла. Однако вокруг было болото из грязи. Пройти невозможно. Вдалеке мы увидели машину, которая двигалась в нашу сторону. Она чуть не утонула в грязи, но смогла выбраться. Как выяснилось, спасать нас ехал Амандык Баталов. Благодарим его от всего сердца. Мы восхищаемся им. Он человек с золотым сердцем. Сегодня в Козлогаше жизнь бьет ключом. Ровными рядами стоят дома, в которых живут счастливые семьи. Дети беззаботно играют на улицах. Благодаря упорному труду сельчанам удалось поднять хозяйство. Одни занимаются скотоводством, другие выращивают самые вкусные козлогашские арбузы. Крестьянские хозяйства, занимающиеся скотиной, 85. Плюс 55 крестьянских хозяйств, которые занимаются земледелием. И плюс 10 магазинов. Магазинов, потом полихмахерский и пекарня. В честь десятилетия в этом году парк. Яблоня, груши. И реконструкция памятника и парка будет в этом году. Об улучшении качества жизни говорит и высокий демографический рост. Почти вдвое выросло количество учеников в школах. По словам директора учреждения, впервые в истории села открылись четыре первых класса. Добавим, всего на селе проживают чуть более трех тысяч человек. Сейчас в школе обучается 538 детишек. До трагедии эта цифра составляла 234 ученика. Мы очень рады, что школа так быстро заполняется новыми ребятами. У нас сильный преподавательский состав – 65 учителей. В каждом кабинете есть Wi-Fi, кран с водой, 120 компьютеров и так далее. Должен отметить, что наши ученики – большие молодцы. Они – постоянные победители и призеры различных конкурсов на районном, областном и даже республиканском масштабе. Особенно радуют наши спортсмены. По словам ответственных лиц, десятилетие трагедии проведут 11 марта. Погибших в ту ночь почтут минуты молчания у памятника. После власти района дадут поминальный обед. Дамира Анитов, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖИЦУ. Мы продолжаем выпуск другими интересными событиями. Оставайтесь с нами. Помощь бизнесу. В Казахстане ввели трехлетние моратории на проверки малого бизнеса. ЧП. На самом оживленном пешеходном переходе Талдыкургана сбили человека. Медаль в копилку. 40 воспитанников Талдыкурганской спортивной школы и интернат стали призерами на соревнованиях всех уровней по итогам января. Порядка 7 миллиардов тенге в этом году, согласно прогнозам налоговиков, недопоступит в казну Алматинской области. Причина – установление налоговых каникул для предпринимателей. Помимо этого новшества, бизнесмены могут вздохнуть с легкостью и по другому поводу. С текущего года введен мораторий на проведение проверок субъектов малого бизнеса. Подробнее в материале. Брат с сестрой Ильяс и Меруэрт Калмакбаевой ведут свой маленький бизнес в течение 10 лет. Как законопослушные граждане, они ежегодно выполняли свои налоговые обязательства. По словам Меруэрт, новшество, вводимое в налоговый кодекс, позволит им сэкономить немалую сумму. Я работаю по упрощенке. В прошлом году мы платили по доходу налог 3%, это около миллиона тенге. То в этом году нас государство освобождает от этого налога. И мы очень рады. Получается, освобождают нас на три года, и это уже 3 миллиона получается. Я могу вложить эти деньги в свой бизнес, на расширение своего бизнеса. Начиная с текущего года, на три года определенная категория предпринимателей на 100% освобождены от трех видов налоговых платежей. Это индивидуально подоходный налог для тех, кто работает по патенту, корпоративный и социальный налог, работающий по упрощенной декларации, а также освобождение от единого земельного налога для крестьянских хозяйств. Не применяется нововведение по отношению к недропользователям, производителям подакцизной продукции, игорного бизнеса, и участникам внешнеэкономической деятельности. Однако это не все. С 1 января также на три года вводится мораторий на проведение проверок субъектов малого бизнеса. В первую очередь мораторий распространяется на субъектов микро и малого бизнеса. Кто такие субъекты микробизнеса? Это предприниматели, которые численность не более 15 человек, и среднегодовой доход не свыше 79 миллионов. Теперь субъекты малого бизнеса. Кто к ним относится? К ним относятся индивидуальные предприниматели, либо юридические лица, но численность сотрудников, которых не более 100 человек, и среднегодовой доход не более 795 миллионов тенге. Вместе с тем, как отметили специалисты, есть исключения. Несмотря на моратории, налоговики все-таки могут нагрянуть бизнесменам с проверкой. В частности, исключения в каких случаях мы проверяем? Если есть проверки, которые назначены в рамках уголовно-процессуального законодательства. Это первое. Второе. Тематические проверки. Например, если физическое лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и начинает работать, заниматься предпринимательской деятельностью, естественно, мораторий на него распространяться не будет. Сотрудники Департамента госдоходов уточнили, что перечисленной категории субъектов необходимо обязательно использовать онлайн-контрольно-кассовые машины и посттерминалы. Проверки по их постановке на учет законодательства МРК не отменяются. К слову, в Алматинской области от уплаты нескольких видов налоговых обязательств сроком на три года освобождены более 94 тысяч предпринимателей. Сумма налоговых сборов, неуплаченных от их деятельности, составит порядка 7 миллиардов тенге. Айнур Мейрханова, Абзал Нусипов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. К другим темам. С марта месяца в Казахстане начнется реализация государственной программы ЭСКЕР. В рамках этого документа в Алматинской области планируется финансирование 190 проектов. Сейчас на местах проводится разъяснительная работа о механизмах реализации программы. Очередная встреча прошла в городе Уштубе. Здесь заинтересованным лицам подробно рассказали о возможностях ЭСКЕРа. Необходимые финансовые средства на стадии выделения. Уже к началу марта желающие заняться предпринимательской деятельностью могут получить кредиты под низкие годовые, не имея залога. При этом упрощен процесс его выдачи. На данный момент идет оптимизация данной программы. То есть электронная подача заявки, электронное принятие решения об одобрении. То есть минимизируется человеческое участие в рамках данной программы. В рамках программы ЭСКЕР для начинающих предпринимателей предусмотрено до 2500 месячных расчетных показателей. То есть это 6 миллионов 300. Это максимальная сумма кредита. Если кредитоваться в рамках якорной кооперации, то 20 миллионов тенге. В областном центре сбили девушку. Предположительный инцидент произошел между 16.30 и 17.00 часами на Алматинском кольце. Как видно на видео, ее сбили на пешеходном переходе. Добавим, остановка мебельная – одна из самых оживленных мест Алтыкургана. Молодая девушка госпитализирована с различными травмами. Отметим, ежедневно сотни студентов двух колледжей и университета проходят через этот пешеходный переход. Продолжаем выпуск. Дети одного из поселков ВКО не могут добраться до школы. Выходить из дома детям приходится задолго до начала занятий. Тех, кто опаздывает, учителя не ругают. Куда важнее здоровье школьников. Чтобы пройти по дороге, требуется немалая сноровка. Один неверный шаг – и можно оказаться под колесами автомобиля. Сельчане сфотографировали, как ученики добираются до школы. И заявили, что если чиновники не примут мер, они перестанут отпускать детей в школу. И действительно, через пару дней техника в поселке появилась. Правда, люди уверены – тракторы приехали по другой причине. Оказалось, что через пару дней сюда приедет районный Аким на отчетную встречу с населением. Когда решится наболевшая проблема, сельчан пока неизвестно. Одна не надежда на Акима. Полицейские караганды, спасая голого мужчину, полезли на крышу. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили медики, он успел получить обморожение первой степени пальцев рук и ног. По информации полиции, мужчина поднялся на крышу пятиэтажного дома после ссоры с родными. На место выехал ближайший наряд полиции. В Великобритании выбрали лучшую фотографию дикой природы 2019. Победил, правда, снимок, сделанный в лондонском метро. На нем две мыши, дерущиеся за крошки еды, которые так часто остаются после пассажиров. Фото-станционная склока выиграла престижный международный конкурс, который традиционно проводит в Музее естественного знания в Лондоне. Как рассказывает автор снимка, британский фотограф Сэм Роули, ради кадра он каждую ночь в течение недели спускался в подземку. Долго и терпеливо ждал идеального момента. И дождался. Старики на сцене. В Армении создали необычную театральную труппу. Все актеры в ней набраны из домов престарелых. Они репетируют пять раз в неделю. В труппе бывшие строители, инженеры, учителя. Первый спектакль «Забытые сказки» собрали из произведения армянского классика Ованеса Тамуняна. Сейчас пожилые актеры, забыв про свои проблемы, активно гастролируют по Армении и очень надеются получить приглашение от организаторов международных театральных фестивалей. По последним официальным данным, в Китае число зараженных вирусом COVID-19 превысило 48 тысяч человек. К сегодняшнему дню количество летальных исходов составило свыше 1300 человек. Поправились чуть менее 3500 инфицированных. Пик эпидемии еще не пройден. И ситуация с распространением COVID-19 будет в ближайшее время только ухудшаться. В Ухане, где началась эпидемия, был введен комендантский час. К другим темам. Добра много не бывает. Так считают сотрудники Алматинского областного филиала «Общество Красного полумесяца», которые регулярно оказывают благотворительную помощь нуждающимся. На этот раз ими роздана гуманитарная помощь в виде гигиенических средств от известных зарубежных фирм. Под опекой областного филиала «Общество Красного полумесяца» находятся не один десяток одиноких пенсионеров и малоимущих семей. Одна из них – Саулигуль Хаукархаза. После смерти супруга она с маленьким сыном переехала в Талдыкурган из Монголии. С тех пор прошло 13 лет. Все бы ничего, да вот подросшего сына сбил автомобиль. Мальчик получил черепно-мозговую травму и до сих пор нуждается в постоянном лечении. Работу для его мамы нашли. «Сначала я обратилась в Нур-Отан. Они направили меня в центр занятости. Они подыскали мне работу здесь, в столовой Красного полумесяца. Наши с сыном обеды и ужины здесь бесплатны. Снимаю квартиру – 15 тысяч тенге. Все хорошо, вот только хозяева съемного дома просят освободить его. Не знаю, что делать. Снять другое жилье у меня не хватает средств». Людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, немало. Для них самая маленькая поддержка может иметь большое значение. Когда она идет, от чистого сердца и с открытой душой, говорят сотрудники общества. На этот раз гуманитарная помощь в Красный полумесяц поступила от известных фирм. «От компании «Палмалиф» и «Проктором Гэмбелл» Казахстан предоставили нам гигиенические средства, которые мы сегодня раздаем для людей, которые находятся в жизненной ситуации. Также мы сотрудничаем с городским центром занятости. Они нам предоставили в нашу столовую благотворительную пять человек, которые у нас работают. По Арабским Эмиратам у нас свыше 17 миллионов денег было потратено на пособие. Ну и в этом году также планируется. И еще мы собрали дополнительные документы на 50 детей. В списке малоимущих членов семьи были предоставлены нами, это в центре занятости города Талду-Курган. Как видите, такие акции проводит организация «Красного креста» часто. Они основно выезжают, но сегодня они решили организовать в своем столовом, который бесплатно кормит членов малоимущих семей. «Красный полумесяц» Казахстана является частью международного движения «Красного креста» и «Красного полумесяца». Такое крупнейшее в мире гуманитарное движение существует в 190 странах мира. Гульнас Мустафа, Абзал Мусипов, Телеканал ЖТСУ. Богатый урожай. Более 40 медалей удостоились воспитанники Талду-Курганской спортивной школы «Интернат» с начала года. Атлеты завоевали призовые места на соревнованиях всех уровней. Большая часть – золотого достоинства. Отличились спортсмены по боксу, тяжелой атлетике, стрельбе из лука и другие. Руководство спортшколы в торжественной обстановке чествовали призеров. Теперь задача тренеров и воспитанников учреждения – достойно отстоять честь страны на предстоящем чемпионате Азии, затем и мира. Это ученица знала! Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова